МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Феноменальный Игорь Кваша. Он был маленького роста, да. Правда ли, что актёр был настоящим сердцеедом? Он даже и в Гурченко был влюблён. А как же? Какие секреты артиста раскроют сегодня его коллеги? Ну, это был какой-то в театре человек, который задавал определённую интонацию в театре. Почему именно он стал соратником Олега Ефремова? Они кровью подписывали, что должны быть преданы этой студии. И мешал ли артисту его характер? Муж выкинул твою докторскую диссертацию, но ему не нравится, что ты её пишешь. Ты говоришь, пойду, соберу. И допишу. Я видел это, и разум мой был помрачён. Не под покровом ночи, не за глухими стенами и заборами, а с белой простыни. Сердь человеческая даровала мужчине свой поцелуй. Игорь Хваша. Многие почитали за честь называться его друзьями. Игорь человек острый. Он мог говорить то, с чем он не согласен. Он не останавливался и не боялся. Я не восторг, я от нашего календаря. И не первый год. Такой гордый. И голос у неё подходящий. Редкий для такого маленького человека. Сильный. Квашонок. По правде-то сказать, наступит когда-нибудь время, пока в суде буфет будет. Мог быть и резким, и обидеть, потому что это было неправда. А он такой борец за правду всегда. Игорь Владимирович в этом смысле, он был очень последовательным и очень, ну, таким, убеждённым, доказательно убеждённым. Сударь, мы не уйдём отсюда до тех пор, пока на голове моей дамы не окажется точно такая шляпа. Вам ясно? Обратите внимание на качество итальянской созовы. Очень верные замечания. Обратите внимание на качество. Но это был какой-то в театре человек, который задавал определённую интонацию в театре. И когда его не стало, эта интонация ушла. Напрочь. Всё это коллеги Игоря Кваши говорили уже после его смерти. Когда многие уже не хотят скрывать правду. А значит, артист действительно был для них своеобразным камертоном. Извините, подсудимый. Я на службе. Если решат, что вы Мюнхгаузен, я подумал на грудь. Если решат, что вы Мюнхгаузен, посажу за решётку. Вот всё, что я могу для вас сделать. Но почему тогда на этих фотографиях двоеженец? Фотографии со свадьбы множество. Там весь современник. И масса других известных людей на этих фотографиях. Со своей второй супругой, падчерице известного драматурга Александра Штейна, Игорь Кваша познакомился на курорте. Ну, поскольку Галя Волчок очень дружила с папой много лет, и, естественно, вместе учились, вместе вот эта студия, они вместе поехали отдыхать в Коктейбеле. Татьяна только что окончила пятый курс медицинского института. Они с Галиной Волчек давно общаются, и, конечно, актриса должна познакомить своего однокурсника с подругой. Судьбоносная встреча произошла на волейбольной площадке. Ну, вот так они и познакомились в Коктейбеле при помощи Гали Волчок. Он действительно ее увидел, влюбился. Она была еще ребенок практически. Она только начала учиться в институте. Какая славная девушка. Утром хорошо встретить такую. Самое точное утро. Никто не думал, что Кваша и Путиевская так понравятся друг другу, что даже не захотят расставаться. Но Татьяне придется отправиться в Москву с родителями. И это будет самая романтичная поездка ее жизни. Ей на каждой остановке, поскольку они ехали на поезде, поезд останавливался на разных станциях, и на каждой станции приходил там этот бортпроводник, или как он там назывался, и приносил ей телеграмму, которую папа ей там на каждую станцию посылал. Каково же было удивление Татьяны, когда она узнала, что Игорь Кваша женат? Почему один из самых принципиальных людей своего времени пошел на такую авантюру? Почему Путиевская согласилась выйти замуж за женатого артиста? И чего стоила Игорю Квашей его честность? Обо всем этом сегодня. Ну, вот эта картина, ее на самом деле нарисовал мой папа. Но как-то у нас здесь сидела компания, среди которой был там директор одного довольно большого музея московского. И он так долго сидел, разглядывал ее, в результате чего сказал, «Хороший висит у тебя лансере». И был страшно удивлен, узнав, что на самом деле картина эта не лансере, а написана моим папой. Жизнь Игоря Кваши таит много секретов. Он не только прекрасно рисовал, но и дружил с художниками. В основном с теми, кого запрещали. Гервик и Борнштетт хотят импортировать революцию из Франции. Но революция не парфюмерия, не предмет роскоши. Революция не переходит границы. На штыках одинокого легиона эмигрантов. Революция совершается народом своими руками. И на своей земле. Мало кто узнает в Карле Марксе актера, которого за глаза называли диссидентом. По иронии судьбы, Игорю Кваши придется сыграть еще и Якова Свердлова в штрихах к портрету Ленина. Владимир Ильич, хотите улыбнуться? Хочу. Я получил несколько письм. Одно из них. Вам. Каково было Игорю Кваши постоянно балансировать на грани собственных принципов? И выбрал бы он путь артиста, если бы знал, что ему придется всю жизнь поступаться своим мнением. Предупредить об этом маленького Игоря никто не мог, ведь артистов в роду не было. Когда я вошла в семью, маме было уже очень много лет. Она, оказывается, была дефектолог, она детей лечила. Она обожала Игоря Владимировича. И просто вот он главный был человек в семье. Просто для нее. Вообще других не было. Она вот так на него смотрела. Такая вот сила материнской любви феноменальная. И он ее очень любил. Я помню до войны его отца Владимира Ильича. Невысокого роста, лысый, очень приятный мужчина. Он был профессор Менделеевского института. Отец его. Кстати, верность принципам Игорь унаследовал от отца. Когда началась война, Владимиру Кваше, как ценному специалисту, полагалась бронь. Но равнодушно оставаться в стороне он не мог. Он служил каким-то командиром небольшого саперного подразделения. Ну, там первое время присылал письма, даже фотографии какие-то были. Ну, а потом вот они попали в окружение, и там, по всей видимости, он и погиб. Пропал без вести. Игорь Кваша так и не узнал, где похоронен его отец. Мама больше не выйдет замуж. Она целыми днями на работе. Игоря никто не контролирует. Если бы не театральный кружок во дворце пионеров, неизвестно, как сложилась бы его жизнь. У него ведь был период, когда он колебался. То ли ему стать актером, то ли ему стать спортсменом. Он очень увлекался спортом и вообще думал идти по этой линии. И у нас был турнир по настольному теннису. Он был первой ракеткой, я был первой ракеткой. Но человек, он был с очень большим гонором и самолюбием, безумным. Я его обыграл 21-0. Он был бледный, зеленый. И он, конечно, пережил это очень тяжело. И какое-то время это очень, так сказать, усложнило даже наши отношения. Постойте, вы ли это? Валентин Егорович? Нос вроде мой. Заслуженный мастер спорта, между прочим. Через это. Семикратный чемпион мира, а вы в него клюкву заворачиваете. Решение это было принято как раз вот в интернате в Сибири, когда он еще мальчишкой играл в сказке «Морозка» главную роль. И когда его принимали, когда мальчишке, сопливому аплодировал зал. Зал в Большом театре города Ленинска-Кузнецкого. Он знал, это была его стезя. Время было такое тревожное, несмотря на то, что отпраздновали День Победы. Но всякие люди в это время властвовали в закоулках жизни, так сказать. И нас от улицы отвел в Дом пионеров. И уже тогда Игорь такой был серьезный, вдумчивый парень, который приглядывался вокруг, который хохотал вместе с другими меньше, чем другие. Был придирчив к себе больше, чем к другим. Владимир Андреев знал и первую супругу будущего артиста. Они еще вот с Дворца пионеров были знакомы и как-то так быстро поженились и быстро расстались. Но это факт? Нет, это не факт. Это не факт? Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле. Но как получилось, что Кваша играл вторую свадьбу, не будучи в разводе с первой женой? Почему распался тот брак? И как эту непростую ситуацию восприняла его возлюбленная? Об этом совсем скоро. Смотрите далее. Главная любовь Игоря Кваши. Он ее боготворил. Правда ли, что Игорь Кваша был настоящим сердцеедом? Он даже и в Гурченко был влюблен. А как же? Секреты его второго брака. Муж выкинул твою докторскую диссертацию. Ему не нравится, что ты ее пишешь. Ты говоришь... Пойду, соберу и допишу. И о чем это, сын артиста? То, что я об этом знаю, это какие-то слухи, которые через много лет до меня дошли. Как же это ты в окружение-то попал? Окружили, вот и попал. Храбрецы. Вот небось воевали-то. Ты повоюй, тогда поговорим. Примерно так выглядел Игорь Кваша, когда он женился в первый раз. Его супругу Светлану Мизери в кино не увидеть. Она посвятила себя театру. Однако многие выпускники школы-студии МХАТ прекрасно ее помнят. Это была уже пара. Она совершенно очаровательная. Она... Жульетта, понимаете? И, конечно, на курсе она была звездой. Он был маленького роста, да. Но когда ты начинал с ним общаться, абсолютно... Он сразу вырастал и менялся. Вот вы мне поверьте, он был очень хорош с собой. Это видно в фильмах, но он даже в старости был очень хорош с собой. Он был очень красив. Игорь Кваша говорил, что этот брак закончился задолго до того, как он встретил Татьяну. Однако почему-то он не спешил разводиться. Поэтому, когда в Коктебеле Галина Волчек познакомила его со своей подругой, он сразу начал ухаживать. Галина Борисовна Волчек – это его очень близкий человек, единомышленник, друг. Он ее боготворил. Потому что она познакомила его с Таней и настаивала, чтобы Игорь обратил внимание на Таню. Ну, Кваша сразу понял, его чувства к Татьяне очень серьезны. Он торопился, не хотел отпускать невесту. Но как быть с тем, что он женат? Блондинка – это блондинка, жена – это жена. А я – это я. А ты – это ты. Я так не хочу. А как ты хочешь? Я хочу, чтобы жена – это я, блондинка – это я, я, это я. И так всю жизнь. Он должен был формально развестись, и какое-то время там, видимо, должно было пройти. Давайте уточним, имеешь любовницу на здоровье, сейчас все имеют любовницу. Но нельзя же допускать, что на них женились, это морально. Вот. Тут мы подошли к самым печальным. Ждать Кваша не хотел, поэтому свадьба была не настоящая. В отличие от любви. Игорь был счастлив с Таней, потому что лучше жены придумать для Игоря было невозможно. Таня – это была просто какая-то мама, бабушка, медсестра, родное плечо. Ну, это был такой союз настоящий. Они были как, знаете, как эти вот птички-неразлучники, да? Все было, и проблемы были, и желания развода, как у всех нормальных людей, и скандалы, наверное, были. Но я в их семье прожила почти 30 лет, даже больше, да, получается. Чем он старше становился, тем он был к ней добрее, тем больше он ее ценил. Это было очень видно. Все, кто знал их пару, утверждают, этот брак просуществовал больше полувека лишь благодаря Татьяне. У нее же кличка была «Раба любви», потому что все знали, что она его обожает. Так любить, как его любила Таня, это очень большая жертва. Потому что она могла мне позвонить, сказать, сегодня у Игоря плохое настроение. Наташка, я с ним боюсь заговорить. У него что-то не ладится на репетиции, или плохо прошла съемка. Кваша часто приходил из театра не в настроении. Просто театр был такой. Быстрее, его надо догнать! Догнать Савранского – это утопия! Фильм «Покровские ворота» о Москве середины прошлого века. Поэтому в него и попала афиша современника – самого актуального театра Советского Союза в те годы. Это удивительное событие 60-х годов. Театр, который говорил правду, театр единомышленников, человеческий театр. И он всегда его отстаивал. Последние дни перед выходом спектакля он просто совершенно ходил напряженный, потому что приходила комиссия, которая принимала этот спектакль, и масса спектаклей просто не вышли. Он не случайно сам много ставил. И не просто ставил, а приглашал очень определенных художников, назначал очень определенных артистов на роли, сам очень определенно играл. Ну да, я сказал бы, и принципиальными, и жесткими, и порой очень жесткими, что касаемо каких-то традиций современника, основ современника, и, безусловно, профессии. Сын мой, слушайся голоса разума своего, ибо Господь наградил тебя им, чтобы ты мог услышать его. Что значит, про Гатфорста? А синематограф? Неужели я больше никогда его не увижу? Неужели ты думаешь, что за твоих жалкие 10 долларов Господь будет терпеть твои колебания? Простите. Мало кто помнит, что Игорь Кваша не просто один из старейших артистов современника. Он один из его основателей. Все началось с того, что на их курс в школу-студию МХАТ пришел молодой преподаватель Олег Ефремов. Потом они все стали знаменитые, все стали, у них же курс был уникальный, табаков и там кого только не было, и Встегнеев, и Кваша был, и Толмачев. Ну, с ума сойти просто. Познаешь фамилии, думаешь про себя, не может быть. Ну вот на этой фотографии мы видим участников спектакля. Этот спектакль вечно живый и розовый. Вот он тут в центре стоит рядом со мной. В левом углу Евстегнеев рассказывает главный режиссер театра Олег Николаевич Ефремов. Тут совсем молоденький Кваша, который только что закончил школу-студию МХАТ. С курсового спектакля вечно живые и началась история самого дерзкого театра Советского Союза. Ты как? В отпуск? Или почистый? Почистый. Чем заслужил? Да, у меня пуля в легком сидит. Да это не больно. Сидит и пусть сидит. Вы только матери не говорите, я ей скажу, что вытащили. Репетировали по ночам иногда, когда надо было. И были совещания по ночам, и читали новые пьесы. Нам не хватало дня почему-то. А потом стали играть, ну и репетировать. В выходной день МХАТа. В понедельник. В филиале МХАТа. В те времена театры появлялись велением сверху. Шансов, что курс, который поставил успешный спектакль, станет театром, почти нет. Но произошло чудо. Коллектив получит говорящие названия «Современник». Теперь на сцене новаторы. Они кровью подписывали. Театр «Современник» подписывали кровью, что должны быть преданы этой студии. В прямом смысле слова. Безусловно, что первое лицо было Ефремов, но Ефремов очень с ним считался. И иногда там возникали конфликты, потому что Игорь был очень принципиален. После спектакля, когда я заходил туда, за сцену, к ним, самые бурные обсуждения были. Что меня удивляло, что они, кто в чем одевался, тут же женщины, тут же мужчины. Они, так сказать, совершенно, это родная семья, как будто они вот только что вместе вышли из детского сада, из родильного дома. Абсолютно совершенно родные люди, веселые, смелые. Если было что-то неудачно, все это говорилось в глаза. Но чаще всего такого не бывало. Что вы скажете, господин бургомистр, о человеке, который ежедневно отправляется на подвиг, точно на службу? Я сам служу, сударня. Каждый день к девяти утра я должен идти в магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть. Почти всем супругам надо было мириться, что коллеги по театру не собираются расставаться ни днем, ни ночью. Ну, друзья приходили к нам всегда. И очень часто после спектакля папа приезжал с кем-нибудь домой. Иногда мама с ними сидела, но иногда даже она шла спать, потому что она, работая врачом, очень рано должна была ехать на работу. Как она умудрялась вообще совмещать свою работу? Она была кандидат наук, она занималась бронхоскопией, она была пульмонолог. У нее работа была тяжелейшая. Это надо было внутрь человека заглядывать с помощью специального прибора. И она вставала, по-моему, в пять утра, ехала на край Москвы в свой институт рентгенорадиологии на Калужскую работать. Потом она днем приезжала, покупала продукты, готовила. Потом она могла вечером пойти в театр, а вечером, ночью после театра приходили гости. И это продолжалось всю их жизнь. Гарри просто хочет сказать, что он отказывает мистеру Фёсту в аренде помещения. Вот и все. Ведь так, Гарри? Да! Татьяна никогда не спорила с мужем. В актерских кругах об этой женщине ходят легенды. Кваша выкинул в окно ее докторскую диссертацию. Она ни слова не сказала, пошла, собрала и продолжила ее писать. Муж выкинул твою докторскую диссертацию. Какая разница? Ему не нравится, что ты ее пишешь. Ты говоришь, пойду, соберу и допишу. Ну, сложный характер был у человека. Ну, что это, так, это как данность. Но вот именно вот эти взаимоотношения между папой и мамой, они меня никогда не касались. Терпение. Вот что уберегло их брак. Татьяна принимала многое. Кваша был страстный человек. Он был влюбчивый и часто влюблялся, ну, довольно часто. И когда-то он был влюблен в Аллочку Покровскую. Она была совершенно очаровательной, кокетливой. Мужская харизма в нем была. Женщину он очень любил. Боже мой, молодые ребята, шикарные, прям скажем. Молодые актрисы тоже, между прочим, очаровательные многие были. Так что не без романов. В середине 60-х труппа современника пополнилась. К знаменитому коллективу присоединилась Людмила Гурченко. Он даже и в Гурченко был влюблен. А как же? Он ставил «Серано де Бержера» и играл «Серано», а она Роксана. Нет, он был влюбчивый, да. О том, что между коллегами больше, чем симпатия, конечно, узнали. Мы все всегда были за Таню. Потому что Таня вот такая настоящая жена, которая могла прощать, которая нянчила его, которая восхищалась им, которая была верной. Он в глубине души все равно был очень серьезен. Несмотря на свои, так сказать, умения увлекаться чем-то, он всегда приходил к определенному выводу своей любимой и замечательной Таню. Послушайте, дорогой барон, ну нельзя же так испытывать терпение женщин. Вы можете хотя бы ради нее, ради вашей семьи, признать, что сегодня именно тот день, который указан в календаре? Как это можно? Да можно, дорогой мой, ну можно. Жена принимала Игоря Квашу и, в отличие от многих, держала свои переживания при себе. Ни ребенок, ни подруги не догадывались, что у нее на душе. То, что я об этом знаю, это какие-то слухи, которые через много лет до меня дошли. Никаких конкретных фактов. Я, естественно, ничего этого не знал, не видел. А это мне рассказал Игорь Владимирович. Уже очень пожилые они встретились с Людмилой Марковной. В самолете они летели куда-то на какую-то благотворительную гастроль. И приезжает Игорь Владимирович после этих гастролей, там, трехдневных, двухдневных. А мы с ним очень любили ночью на даче чай пить. И он мне говорит, слушай, такая странная история. Захожу я вчера в самолет, сидит Люся. Я к ней подхожу, и она мне руку так протягивает и говорит, Люся, типа, знакомиться. Я говорю, а вы что? А он говорит, а я сказал, Игорь, и пожал. Я говорю, ну, может быть, она в это играла. Он говорит, может быть, и теперь никто не узнает. Но это смешно. Правда? Жизнь большая была, и у нее, у него могла подзабыть. А может быть, играла. Как в Игоре Кваше сочетались принципиальность и ветренность? Был бы он другим, если бы отец вернулся с фронта. С исчезновением Владимира Кваши связана одна тайна. Сын всю жизнь пытался узнать хоть что-то о том, как погиб его отец. А оказалось, что мать знала и не сказала Игорю. Не знаю, наверное, боялась, что это его сильно очень ранят. И какие-то вещи, которые она не стала ему говорить. Это ее выбор был. Почему мама не сказала Игорю Кваше о гибели отца? Ведь узнать, как это случилось, дело жизни актера. Он долгие годы вел передачу, которая занималась поисками. Но даже с ее помощью Кваше не удалось раскрыть эту тайну. Я ему написал это уже за два года смерти. Ты, Игорь, в театре современника играешь с первого же дня. Нельзя сказать, что ты изменник. Нельзя сказать, что ради денег ты стал ведущим. Жди меня. Но слух прошел среди коллег. Он и артист, и человек. И этим надо дорожить. Твой труд воистину полезен. Артистом может и не быть. Но гражданином будь любезен. Но вот когда он был там, в центре замечательного этого проекта, как он это делал потрясающе, это было то еще телевидение. И он этому очень сильно отдавался. Он получал вот такую громадную стопку, прочитывал гораздо больше того, что попадало в эфир. Но то, что все равно работало, потому что программа ведь работала не только в эфир, она и работала, помогая очень многим людям, которые не попали в эфир. В спектаклях о войне Игорь Кваша каждый раз выходил на сцену с мыслями о папе. Ну, я очнулся, понял все, что происходит вокруг. Ну, не выдержал. Вскочил на ноги. Тут меня истукнул сюда. А потом, знаете, он вскочив, схватил меня поперек туловича и побежал. По нему стреляют, а он бежит. По нему стреляют, а он бежит. Бежать нужно было недалеко, до перелеска. Добежали, Володь? Он добежал. Положил меня на снег. И только сам-то поднялся. А тут эти гады начали стрелять и убили ее. Кваша играл и Володю, который был ранен на фронте и приходил. А я играла его мать. И у нас была такая сцена, когда я преподавала в техникуме, мне позвонили вдруг, что сын фронта пришел раненый. И мы обнимались, и плакали оба. Он замечательно играл этого Володю. Даже сына Игоря Кваши зовут Владимир. Точно так же, как и отца знаменитого артиста. И лишь недавно в его истории появилась ясность. Кваша-старший погиб здесь. Это воинское захоронение, которое находится в деревне Мясной Бор. Вот, пожалуйста, 52-я армия. 52-я армия как раз входила 305-я стрелковая дивизия, в которой воевал Кваша Владимир Ильич, и который в районе боев в Кересте или Малое Замышье пропал без вести. Мясной Бор – одно из самых страшных мест. Здесь на верную гибель направили сотни тысяч солдат. Тут пытались прорвать блокаду Ленинграда. За эту попытку заплатили суровую цену. На этих плитах до 2010 года были увековечены имена 17 тысяч военнослужащих, которых мы нашли и захоронили здесь на мемориале на кладбище в Мясном Бору. И я думаю, что имя Кваши Владимира Ильича тоже будет нанесено на одну из этих плит. А на работе отца его имя на обелиске появилось еще при жизни Игоря Кваши. Вот Татьяна Валерьяновна Гусева была замечательная женщина там, ответственный секретарь института. Она добилась того, что его имя теперь есть на памятнике. И Игорь Владимирович, он последние годы жизни, когда уже было куда цветы отнести, он туда всем приходил 9 мая, потому что для него это было очень важно. То, что есть место, где написано фамилия его отца. Владимир Кваша не мог поступить иначе. Его сын пойдет по его стопам, но теперь самое страшное не отправиться на фронт на верную гибель. Многие умирали постепенно, допуская один компромисс за другим. Сегодня сын Игоря Кваши впервые раскроет его главную тайну. Смотрите далее. Какие роли в кино Игорь Кваша потерял? И когда мне показывали в кинопробы какие-то свои роли, я была просто потрясена. Какие секреты артиста раскроют сегодня его коллеги? В зале бомба. Выгнали всех зрителей во двор театра. Полицейские с овчарками пришли. Чем ему обязана Галина Волчек? Игорь Владимирович из-за кулис выглядит и говорит, Галюнь, это я. Ага, ну свисти, свисти, Игорек. И почему наш любимый актер ушел так рано? У него было такой силы сотрясения мозга, у него стало двоиться в глазах. Подсудимый, в целях установления вашей личности и в избежание судебной ошибки вам предлагается, председателях, повторить известный подвиг барона Мюнхгаузена полет на Луну. Предупреждаю вас, вы имеете право отказаться. Нет. Я согласен. Сегодня сын Игоря Кваши раскроет тайну их семьи. Оказывается, артист всерьез думал об эмиграции. Все друзья ближайшие были фактически диссидентами. Многие очень уехали, родители даже тоже думали об этом. Ну, как-то... Ну, я так понимаю, что, конечно, уехать человеку, для которого язык очень важен в работе... Наверное, если бы Игорь Кваша был лояльнее, он громче прозвучал бы и в кино. Но, к сожалению, это его самая известная роль. Поздравляю с душей! С успешным возвращением с Луны! И правда, в этот раз я не был на Луне! Как-то не был, когда уже есть решение, что был! К тому же Кваша не хотел надолго оставлять родной театр. А вы знаете, он мне рассказывал историю, почему он так мало снимался. У них была тогда идея в «Современнике», что театр — это важно. Это самое главное. И когда он мне показывал кинопробы на какие-то свои роли, я была просто потрясена. Например, я ему не верила и говорила, что он врет. А он мне показал кинопробы вариант Омега, Шлоссер, которого играл Игорь Васильев. Это же он должен был играть. Он сказал нет, потому что у него тогда была какая-то важная роль в театре. Он все время говорил нет. А когда он начал уже понимать, что он неправильно говорит нет, уже поезд ушел. Для него театр стоял, безусловно, на первом месте. Поскольку занятость его в репертуаре была всегда достаточно велика, то, конечно, он что-то в своей киноистории пропустил из-за театра. Я человек 80-х годов. Не хвалят это время, но надо сказать, что за убеждение в жизни мне немало доставалось. Да, да, да. Не даром меня мужик любит. Мужика надо знать. Надо знать. Дядя! Игорь Кваша будет верен современнику, несмотря ни на что. Он был рыцарь театра. В современнике его имя это символ. Вот выпускали трудные люди, взяли бомба. Выгнали всех зрителей во двор театра. Полицейские с овчарками пришли. А мы стояли втроем. Ягав, ты квашай, повторяли текст. Мимо нас носились овчарки. Уже где-то было, что уже нашли где-то в зале. Сцену всю там. Собаки. Ужас какой-то на театром. Ужас. А мы стоим втроем и текст повторяем, потому что с памятью плохо. А тексту прорвай, он все время по кругу ходит. Мы поехали в одну поездку, какую-то концертную, и он в этой концертной поездке упал и сильно ударился головой. В результате этого удара у него было такой силы сотрясения мозга. У него стало двоиться в глазах. Он дико этого испугался. Реально у него все двоилось в глазах. И тем не менее, вот именно в этом состоянии, хотя у него был тогда дублер авангард Леонтьев, он все же поехал на гастроли в Израиль, и все же волчок не разрешал ему категорически играть. Но он все-таки настоял на том, что он один раз сыграл. В этом смысле он был сильным человеком. Всю свою жизнь я отдал на служение Отечеству. Но если вы перестали верить мне, верховному жрецу, Бога Солнца, я вынужден прибегнуть к последнему средству. Пошлем к отца, чтобы он разбудил ту, которая грезит. Когда Олегу Ефремову предложили возглавить МХАТ, он позвал с собой квашу. Ответ был ожидаем. Игорь Владимирович современник не предаст. У него была своя позиция, у него были принципы, и вот туда-сюда маятником Игорь не был никогда. Для нас сегодня радостный день. Мы встречаем в нашем королевстве дорогого друга. К нам пожаловал принц. Я сразу вас узнал, ваше высочество. Это не я, я не принц. Я вас сразу узнал, ваше высочество. Игорь очень поддерживал Галина Борисовна волчок, очень помогал в существовании дальнейшем современника. И они, конечно, с большим трудом выплыли. И труппу Галина Борисовна сделала, и Игорь очень много в этом принимал участие. Игорь Владимирович, это ее солнце было, это как брат просто. Игорю Владимировичу было возможно все. Не помню, какой спектакль был, или репетиции шли. Галина Борисовна была чем-то очень сильно недовольна. Сцена не получалась. Не так. Нервная обстановка, пауза. Галина Борисовна сидит нервно, курит в центре зала на своем привычном репетиционном месте. И вдруг в эту вот, эту самую, такую... Свистит. Что такое? В такой тревожный момент, когда жизнь рушится, кто-то еще там и свистеть. Кто себе это позволил? Все поняли, что это, наверное, навсегда. Сейчас нас распустят до завтра. И Игорь Владимирович из-за кулис выглядит и говорит, Галюнь, это я. Ага. Ну, свисти, свисти, Игорек. Да, так вот, в четверг я был в окружном суде. Ну, сошлась компания, начался разговор, то, сё, это, и сядь. Короче, вот. Кажется, можно будет занять подвекселя, чтобы заплатить проценты в банк. Только бы Бог помог. Я не буду. Даже когда Игорю Кваше уже было тяжело выходить на сцену, он и не думал отсиживаться дома. Он не мог себя представить вне сцены, вне театра. Не мог. В каком бы состоянии не был. Хотя он понимал, что это трудно ему. Он старался перед спектаклем напичкать себя какими-то таблетками. Таня ему давала еще чего-то там с тем, чтобы он мог сыграть без особой одышки. Последнее мое свидание с ним. Я где-то на улице Горького еще можно было припарковаться на Тверской. Мне надо было в магазин какой-то срочно зачем-то. А он лежал в кремлевской больнице. У него после Америки мы приехали с гастролей, у него жуткая астма поднялась. Прямо жуткая астма. И он попал в больницу. Я смотрю, рядом со мной вдруг машина пристроилась. За рулем этот его врач. И там Игорек. И он выскочил. Последнее мое свидание с ним. Мы обнялись. И что-то говорили, 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 говорили. От курения у Кваши развелась смертельная болезнь. Ну, он всегда и везде курил и пытался какими-то временами, там, мама пыталась, естественно, там, с этим бороться, ну, как бороться, чтобы он бросил. Поскольку она делала эндоскопические исследования бронхов, она даже его приводила и давала ему посмотреть внутрь, как бы, вот через этот аппарат на бронхе курящего человека и некурящего. И там у некурящего они там розовые и красивые, а у курящих просто вот это ужасно выглядит, черные бронхи. Хоть это и производило на него впечатление, но бросить курить это ему не помогло. А потом она слегла. И когда она слегла, мы тоже ничего не поняли, потому что всегда болел он. У него всегда были какие-то болячки, он кашлял, чихал, она его всем лечила, он бесконечно пил лекарства, при этом он все время работал, то есть он в этом состоянии работал. Не то, что он лежал, он, мне кажется, вообще никогда не лежал. Но когда вот в семье кто-то все время болеет, а второй всегда здоров, на этого здорового не очень обращают внимание. И когда мы поняли, чем она больна, она просто постепенно она перестала вставать и ходить. У нее совершенно все было хорошо с головой, но она уже слегла. Ей было очень физически тяжело в любой движении и все. И в этот момент понятно было, что он остался предоставлен сам себе, хотя была и сиделка, и женщина, которая помогала по хозяйству, но это было все не то. Потому что если бы она была здоровой, я думаю, он бы еще прожил. Карл, Карл, мне без тебя очень одинок. Мне не с кем ни поговорить, ни посоветоваться. А мой вот медведь. Да бог с ним. Не умеем при жизни ценить друзей. Понимаем их значение только тогда, когда антиэтас уходит. Тогда я уйду. А мы суетимся, мечемся. А зачем это? К чему это? До 80 Игорь Кваша не доживет. Буквально за несколько дней до того, как он умер, я должен был уехать из Москвы. И я за день до отъезда был у него, не помню, в воскресенье я был у него, в понедельник я улетел. Ну и мы сидели, что-то обсуждали, какой-то футбол, что-то смотрели с ним. Ну, в общем, он так, я не могу сказать, что там прям вот бегал, но он как-то адекватно себя чувствовал. В этой больнице Игорь Кваша провел свои последние дни. Его не стало 30 августа 2012 года. Было несколько дней, когда я с ним не виделся, но у меня была возможность приехать к нему и побыть с ним. И, к сожалению, я этим не воспользовался, и меня до сих пор гложет эта мысль. Но никто не ожидал, что так резко это произойдет. Именно вот уход Кваши, он был таким ощутимым. Мало того, что я долго не мог привыкнуть приезжать там, скажем, на Вишневый сад, у меня все время много, несколько лет подсознательно был вот этот момент, что я сейчас иду на Вишневый сад и соседние гримерки Кваша. Знаете, как отрезают человеку селезенку, он как бы может дальше жить, но этого органа больше нет. Я не хочу Квашу с селезенкой сравнивать, но я его хочу сравнить с каким-то таким органом, одним из важных этого коллектива было очень трудно, когда его не стало. Мы сейчас сидим в одной гримерной с Маринкой Ниеловой и иногда говорим, как Квашонка не хватает Игорька? Я по нему всегда плачу. Она мне тоже говорит, как вспомню, так плачу. Вот оказалось, что он сильно засел там где-то. Мне приснилось, я увидел Квашу и много-много людей. И я кричу, это все сделал он, это он. Потом вдруг смотрю на него и говорит, он умер. Он умер. А у него глаз пронзительный такой. И злой, и сырой, и красивый очень. Я падаю на колени и говорю, Игорь, прости меня, прости. И он превращается в маленькую фотографию. Многие готовы были просить у него прощения. За то, что отошли, потому что боялись общаться с неблагонадежным артистом. За то, что осуждали его активную гражданскую позицию. За то, что сами не такие принципиальные. И за то, что порой называли Квашу идеалистом. Но ведь если бы в мире не было идеалистов, то все уже давно забыли бы, что такое стыд. Впрочем, Игорь Кваша никогда не произносил это слово вслух. Он его чувствовал. В особенности в те моменты, когда сам был далек от идеала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова